Просили, когда будут окна в нашей администрации. Вот ответ. На 22-й год. Шиш. В руках кипа бумаг, распечатки переписок с местной мэрией и руководством школы. На тему благоустройства здания, которое, по мнению неравнодушных родителей, уже 10 лет как непригодна для учебного процесса. В строении, рассчитанном почти на 300 детей, до сих пор деревянные окна. Мебель из 90-х годов. Проблемы с отоплением и канализацией. Даже горячая вода и та появилась в кранах совсем недавно. 15-литровый бойлер стоял на школу в 286, по-моему, учеников. И плюс техперсонал. Представляете, как у нас классы мылись холодной водой. В том году нам бойлер поставили на 100 литров. На этом, говорят обеспокоенные жители, список улучшений закончился. Остальное с годами становится только хуже. Впрочем, в местном управлении образованием с таким категоричным утверждением не согласны. Заверяют, работы по благоустройству ведутся. Пусть и по чуть-чуть. Там ежегодно проводятся какие-то мероприятия. В прошлом году проведен ремонт спортивного зала. В 2022 году отремонтировано два кабинета. Цифровая образовательная среда. То есть полностью было приобретено оборудование. А что касается деревянных, видавших жизнь окон, то их замена на очереди, заверяет руководитель управления. Частично работы выполнят уже в этом году. Только вот каким будет процент обновления, зависит от финансового положения муниципалитета. До 1 сентября планируется частичная замена окон в школе номер 6. Вместе с тем, конечно, в городе огромная кредиторская задолженность. Мы надеемся, что правительство окажет помощь в ее погашении. Именно от этого и будет зависеть, какое финансирование будет выделено. Муниципалитет обещает, а беспокоенные родители верить ему не спешат. И добавляют, намерены обратиться в Минобор-республики с просьбой проследить за разрешением проблемы.